МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние дни в нашем городе отключения воды стали нормой. Завтра и послезавтра краны пересохнут в поселке Новожилово и на улице Набережной. Завтра в пятницу в 10 утра ровно на сутки отключат воду во всем Новожилово, а также в торговом центре «Оранжмол» и в домах 57 и 59 на Набережной. Все отключения плановые, не аварийные, направлены на выявление и ликвидацию утечек, чтобы жители Березняков получали более качественные услуги водоснабжения. В субботу в 10 утра перекроют водоснабжение в домах на улице Набережная и в двух домах на Пятилетке и на 30 лет Победы. Виновницей отключения стало течь напротив 14-й школы. На время отсутствия воды будет организован подвоз по графику, который вы также видите на экране. Кстати, сегодня вечером уже отключили воду жителям районов по улицам Юбилейная и Мира в районе Рябинового сквера и Северного. Подвоз будет организован в пятницу утром. Обновленный график вы видите на экране. В Березняковской водоснабжающей компании также напоминают, после окончания работ три дня воду желательно пить только кипяченую. Самые серьезные аварии в городе происходят на перекрестках, когда нарушители пролетают на красный сигнал светофора. В Березняках нашли выход. В городе начали перенастраивать электронные регулировщики. О том, как будет теперь организовано движение на перекрестках, расскажет Сергей Каленик. В прошлом году на городских перекрестках произошли сотни аварий. В 49 пострадали люди. 74 человека получили серьезные травмы. Многие не успевали проскочить на мигающий зеленый и вылетали на запрещающий сигнал светофора. А с другой стороны перекрестка уже неслись машины на зеленый. Сейчас все изменится, уверяют в ГИБДД. Когда в одном направлении разрешающий сигнал светофора переключается на запрещающий сигнал светофора, в другом направлении около 3-5 секунд также горит запрещающий сигнал светофора. Это позволит водителям транспортных средств, которые выехали на перекресток на разрешающий сигнал светофора и не успели закончить его, проехать безопасно в данном направлении. Такая схема проезда должна в разы уменьшить количество аварий на перекрестках. Но есть и свои минусы. В час пик пробки вырастут. Насколько, время покажет. В городе уже перенастроили светофоры на трех перекрестках. У администрации дома учителя и Оранжмола. Завтра первым в списке окажется перекресток улиц Юбилейная Карла Маркса. Остальные электронные регулировщики сделают в течение нескольких месяцев. Поручили работу по перепрограммированию светофоров МУП спецавтохозяйства. Стоит отметить, такое ноу-хаус заработает не на всех перекрестках. Светофоры старого образца трогать не будут. Сергей Каленик, Степан Никрасов, Новости Верхнем Каме. Рухнувшую крышу над Черняховского 9 восстановит фонд капитального ремонта. Об этом накануне сообщила пресс-служба организации. Напомню, ЧП в двухэтажке произошло в прошлую пятницу. Сотрудники управляющей компании этого дома почти сутки разгребали завалы. И в тот же день констатировали, виной всему физический износ кровли. Последний капитальный ремонт в этом доме проводился еще в 90-х годах. Сегодня администрация города совместно с фондом капремонта занимаются согласованием и оформлением документов. Уже выезжали на объект для анализа ситуации непосредственно на месте. Сейчас проводится подготовка и согласование всех необходимых документов. После завершения этой процедуры фонд совместно с подрядчиком уже приступит к процедуре проектирования и проведению строительно-монтажных работ. Важно эту работу начать как можно раньше. В Березняках появился новый центр реабилитации. А Роспотребнадзор предложил необычный способ борьбы с ожирением. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Новости коротко». Пермстат опубликовал очередную продуктовую статистику. Она гласит, что после Нового года в регионе почти на 40% подорожала капуста, на 30% помидоры и на 8% картофель. А вот яйца, свинина и сливочное масло в цене наоборот упали, но, к сожалению, не на много. В среднем всего на 2%. Настолько же подорожал и минимальный набор продуктов. В январе он составил чуть больше 3800 рублей. Продукты дороже. Ну что ж, худеть будет проще. Ведь в нашей стране могут принять очередной забавный закон. В качестве позитивного примера глава Роспотребнадзора Анна Попова привела опыт Японии. Суть нововведения в том, чтобы ограничить для россиян размеры талии. Да-да, вы не ослышались. Если сантиметр покажет больше допустимой нормы, вас могут заставить регулярно посещать врачей, которые будут корректировать режим дня и питания. В Японии, стране долгожителей, работодателей даже штрафуют за полных подчиненных. Так в стране борются с ожирением. Но примут ли подобный закон хотя бы к первому чтению у нас – еще большой вопрос. А пока в Москве только рассуждают о здоровье, в нашей городской больнице заработал первый в Верхнекамье центр кинезотерапии. Пока он работает в тестовом режиме. Официальное открытие намечено на следующую среду 20 февраля. Отмечу, в такой терапии нуждаются по большей мере в период реабилитации. Например, после спортивных травм, ДТП, эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике и сердце. Сюжет об открытии центра мы обязательно покажем в одном из следующих выпусках. Новости коротко подготовила Анастасия Лакман. «Синий платочек», «Соловей» и еще много других песен военных лет исполнит оркестр под руководством Станислава Алексеева 20 февраля. «900 дней» – так называется концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда. Станиславу Вениаминовичу было 7 лет, когда началась война. По словам маэстро, эти годы повлияли на его дальнейшую жизнь. Станислав Алексеев в 5 лет играл в военном оркестре. В 1963 году основал свой. Военная тематика в этом оркестре у меня, 55 лет оркестром. Она на первом месте всегда была. Потому что Ленинград, почему? Я все-таки там учился, в институте, спустя 8 лет после окончания войны. Кое-что застал там. Есть у меня такие моменты, о которых я могу рассказать. Маэстро вдохновился книгой Гарриса на Солсбери под названием «900 дней» и собрал свою программу. Любителей живой музыки приглашают 20 февраля в 18.30 в музыкальное училище. Вход свободный. А сегодня все вокруг переполнено любовью. 14 февраля – День Святого Валентина. В этот день многие влюбленные спешат пожениться. Вероятно, они верят, что эта дата сделает их брак счастливым. Таких пар в Перми в этом году больше 60, а в Березняках – 8. А мы встретились с теми, чей брак хранит Валентин уже 5 лет. Магическая дата 14.02.2014. Это первые минуты брака Светланы и Олега. Им предстоит вместе выбирать, куда полететь всей семьей, в какую секцию отдать дочерку и какого цвета выбрать занавески в спальню сына. А ведь когда-то их связала секция по волейболу. Встретились взглядом и закрутилась. Мы вместе тренировались на одной спортивной площадке. Тренировки у нас были каждую неделю, два раза в неделю. Потом еще по субботам стали ходить. Здорово. А первое свидание помните? Конечно. Их свидание прошло весной среди многовековых сосен. И вместе с первой зельей у нее расцветали и чувства наших героев. Сейчас их уже больше, чем двое. На съемки Светлана и Олег пришли вместе с младшей дочерью Кристиной. Я люблю с ними ходить в аквапарки. Путешествовать с мамой, с папой. Светлана и Олег хранят воспоминания с того самого первого весеннего свидания. И те могучие сосны как будто до сих пор оберегают от ветров и ненастей. И сегодня в их семье особый праздник. 14 февраля эти влюбленные отмечают свою пятую годовщину свадьбы. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости. Верхнекамья. Ну и уже по традиции в самый романтичный праздник в году мы вышли на улицы города и дали возможность вам, наши телезрители, сказать теплые слова близким и родным. И заодно подарили десяткам прохожих фирменные валентинки. Поздравляем вас с Днём Святого Валентина. Спасибо. Скажите, кого вы хотите поздравить в этот день? Да всех людей с праздником. Пусть будут счастливы. Желаю им здоровья, благополучия. Пусть они любят друг друга. Ну, любимого мужа своего поздравляю. Как зовут? Сына поздравляю. Муж Владимир. Кого хочешь поздравить? Наташу. Какую Наташу, расскажи. А нет, нет, секрет. Передаю привет маме. Очень люблю. Люблю. Кого любите? Мужа. Как зовут мужа? Виталий. Виталий, это вам. Поздравляю с праздником. Люблю, ценю, уважаю. А вы? Мужа поздравить. Андрей. Тоже люблю, целую. Очень-очень крепко. У меня у Святого Валентина из спортзала. Мужа. Расскажите, кого любите? Кого хотите поздравить с праздником? Мы хотим поздравить нашу маму с праздником, чтобы у нее было все хорошо и чтобы она была самая красивая. Мамочка, вы тебя любите. Люблю свою любимую девушку Оксану. Мамочку, конечно, любимую. Им хочу пожелать счастья, любви, здоровья. Так, я люблю свою семью. Поздравляю в первую очередь семью, родителей. Я не знаю, я не очень понимаю смысла праздника, если честно. Это же лишний повод сказать друг другу, как сильно. Ну да, если только для этого. Можно каждый день говорить, но независимо от праздника. Что ж, я тоже согласна с тем, что для того, чтобы сказать своим близким, как мы их любим, не обязательно ждать 14 февраля. Но, возможности, я все же воспользуюсь. И скажу от лица всей телекомпании. Дорогие телезрители, ТНТ и Новости Верхниками любят вас. Кстати, и нашу коллегу Анастасию Лакман мы тоже поздравляем с праздником. Сегодня, 14 февраля, она отмечает свой день рождения. Мы желаем Насте и дальше оставаться бесконечно влюбленной в свою работу. Ну а вы смотрели главные новости Верхникамья. Мы выходим каждый день в 19.00 в кабельной сети Ростелеком на канале ТНТ и Верхниками ТВ. А также в интерактивном телевидении Ростелеком на телеканале ТНТ-4. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова